В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Суровые испытания для нервной системы. Как подготовиться к ЕГЭ без вреда для здоровья? «Мои голубые небеса» выставка с романтичным названием открылась в художественной галерее. «Герои льда» в молодежном центре состоялось награждение хоккейных сборных по итогам сезона. Далее расскажем обо всем подробно. Тревога, стресс, бессонница, нагнетание обстановки думы. В школе единый госэкзамен проверяет не только знания учеников, но и их нервную систему. Как поддержать школьников во время экзамена в Советы психолога в нашем следующем репортаже. ЕГЭ не конец жизни. Психологи в один голос утверждают, что не нужно относиться к экзаменам, как глобальной катастрофе, и подрывать из-за этого свое здоровье. Время изменилось, и сейчас большинство работодателей обращает внимание не на корочки об образовании, а на конкретные умения и навыки выпускника. И возможностей для реализации гораздо больше. А вот что действительно может повлечь за собой необратимые последствия, это негативные установки родителей и педагогов перед ЕГЭ. Хочется обратиться прежде всего к родителям детей, которые готовятся к экзаменам, чтобы они не накаляли обстановку дополнительными своими переживаниями, потому что мир меняется, и если они будут спокойны, и дети, соответственно, тоже будут более спокойны. Родители, как можно чаще напоминайте детям о своем безусловном принятии. Говорите им, что несмотря ни на что, вы их любите и поддерживаете. Не зацикливайтесь на результатах экзаменов, а лучше вспомните успехи ребенка. Проследите, чтобы ваш выпускник высыпался, грамотно распределял нагрузку, правильно питался. Даже если школьник все-таки провалил ЕГЭ, это всего лишь повод проанализировать ситуацию и вынести из этого выводы. Помочь ребенку отпечалить, самим отпечалить. Да, конечно, мы имеем право испытывать печаль, не запрещать себе грустить. И при этом искать возможности и средства, как дальше двигаться, в какую сторону, где надо подработать. Давать ребенку какие-либо успокаивающие лекарства лучше с разрешения врача. А вот универсальная успокоительная для всех – это вода. Она подавляет чрезмерный уровень адреналина и гормона стресса – кортизола. Сам выпускник также может помочь себе специальной практикой – дневник достижений. Как много я уже успел до экзамена выучить и прям полностью написать все свои успехи, чтобы у него это было его опорой, его базой. Тогда он будет помнить, что он уже многое знает, и ему осталось еще немного подучить. Если соблюдать рекомендации психолога, то у выпускника появится сила на подготовку к ЕГЭ, придет уверенность в своих силах и снизится тревожность. Светлана Ярунова, Сергей Чекалин, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Принят закон о введении паспорта болельщика. Он закрепляет за правительством РФ право определять официальные спортивные соревнования, при посещении которых станет обязательной идентификация и аутентификация болельщиков. Закон также регламентирует вопросы оформления и учета персонифицированной карты, устанавливает основания отказа в ее оформлении и приостановлении ее действия. Заявление на оформление паспорта болельщика можно отправить через портал Госуслуг. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Покупатели квартир заранее известят о правах третьих лиц на жилплощадь. Защитить покупателей квартир от сложности при выселении прежних жильцов намерен Минстрой. Ведомство предлагает указывать в едином госреестре недвижимости ИГРН, кто помимо прежнего собственника имеет право пользования квартирой. ИГРН предлагает вносить сведения о проживающих в квартире бывших членов семьи собственника, которые в момент приватизации имели равные с ним права пользования помещениями. О членах семьи, включенных в ордер на жилье в ЖСК, а также предусматривается госрегистрация права пользования на основании договора социального найма. Нижний Новгород стал столицей детского туризма. Этот статус присуждается по итогам конкурса среди региональных проектных программ. Главным событием детского туристического сезона станет фестиваль «История игрушек России». Юных нижегородцев будут знакомить с историей страны через народные игрушки. Также запланирован цикл детских экскурсионных туров «Посмотри на Нижний». 150 ребятам из районов области покажут главные городские достопримечательности. Всего в регионе детским туризмом занимаются более 15 туроператоров. Разработано 42 специальных детских маршрута. Доля бронирований авиабилетов за границу по сравнению с прошлым годом выросла в 4 раза, пишет российская газета. Для туристов уже открыто большинство стран, и сложности перелетов не останавливают путешественников. В лидерах спроса Турция, Стамбул стал важным пунктом пересадки. Также россияне устремились в Армению, Киргизию, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Беларусь и Грузию. А кроме того, популярны Израиль, Италия, Египет, Греция, Болгария, Вьетнам. Российский рынок покинули зарубежные агрегаторы. Теперь путешественники попросту перетекают на российские ресурсы. Так что рост доли бронирований вполне объясним. «Мои голубые небеса» выставка с романтичным названием открылась в художественной галерее. Ее автор Петр Безруков, член Московского союза художников. В экспозиции собраны натурные работы, которые он написал на крымских пленерах. Вторая персональная выставка московского художника Петра Безрукова открылась в Сарове. На полотнах в зале художественной галереи вида Черноморского побережья. В мае автор вернулся с пленера. 30 дней он провел на берегу моря. Написал за это время 80 работ. Часть из них приехали в Саров. Выставка называется «Мои голубые небеса». И действительно, на картинах много неба, много моря. В выставку мы увидим удивительные горы. Гора Кошка или берег каменных крокодилов, например. Те, кто никогда не были на море, мне кажется, у них появится новая мечта. Да, посмотрев эту картину. Петр Безруков – выпускник Суриковского института. И традиционно он пишет маслом. В прошлый раз он привозил в Саров камерные небольшого формата натурные этюды. Но с течением времени перешел на полномасштабный холст. На открытии выставки мы встречались с художником. Те, кто были у нас на ночи в музее, имели уникальную возможность пообщаться и поговорить. И мало того, художник написал портрет здесь, с нашей моделью, с Саровчанкой, которая позировала. И в эти дни, в первые недели работы выставки, портрет пока сохнет. Можно прийти и посмотреть. Выставка продлится до конца июня без возрастных ограничений. В детской библиотеке имени Пушкина открылся второй сезон летнего проекта «Библионии». На первой встрече дети участвовали в познавательно-игровой программе «Безопасное детство». Кто-нибудь, наверное, из вас уже знает, как расшифровывается эта аббревиатура. «Библионии» – библиотечная, необычная, интересная история. В первый день лета и в праздник Дня защиты детей Пушкинка открыла второй сезон проекта «Библионии», который проходит в дни летних школьных каникул. На открытии мероприятия собрались ребята разного возраста. Вместе с сотрудниками библиотеки они сочиняли истории про лето, а также поиграли в ручеек. Первая познавательно-игровая программа в рамках «Библионии» носила название «Безопасное детство». Опасности сегодня, к сожалению, подстерегают наших детей не только на улице, но и порой в силу какой-то беспечности. Может быть, ребенок может подвергаться опасности даже в стенах своей квартиры. Поэтому мы считаем, что очень важно в День защиты детей как раз поговорить о том, чтобы наши дети были живы и здоровы, а для этого рассказать им какие-то очень важные и полезные правила. И дети сегодня, работая в командах, постараются эти правила, в том числе и друг дружке, рассказать. Ребята разделились на команды и проходили по разным станциям. На одной из них дети вспоминали правила дорожного движения, поиграли в викторину и узнали интересные факты о знаках дорожного движения в других странах мира. «Мне понравилось смотреть, узнать что-то новое. Что именно новое?» Ну, к примеру, что где-то нарисовали такой пешеходный перекос, как зебра лицо или как там рыба. На второй площадке читатели еще раз вспомнили о том, какие опасности подстерегают в их собственных домах. Электроприборы, незнакомые лекарства, бытовая химия, острые предметы, лето, параллесных прогулок и сбора грибов и ягод. Поэтому на третьей станции дети подбирали специальную одежду для леса, учились различать ядовитые плоды и размышляли о том, что нужно делать, если заблудился. «В основном мне нравится бегать по станциям, даже все равно с детьми малого возраста или со взрослыми. Мне это удовольствие приносит. Больше интересен, можно отвлечься от других дел своих». В течение всего лета по средам в 14 часов Пушкинка ждет юных гостей на познавательные игровые мероприятия в рамках летнего проекта «Библионии». Следующая встреча состоится 8 июня и будет посвящена истории и личности Петра I. Также на летних каникулах по четвергам в 14 часов в библиотеке будет работать творческое объединение «Ремесленное подворье». Желающих в это же время по пятницам ждут на цикл познавательных мастер-классов, посвященных компьютерной грамотности computer.ru. Летом в Пушкинке по традиции очень насыщенная программа, поэтому, чтобы узнать более подробную информацию о мероприятиях, заходите в группу ВКонтакте «Пушкин Косоров» или на официальный сайт библиотеки. Детский сад номер 14 «Незабудка» стал победителем первого регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Педагоги представили проект «Читаем вместе» в номинации за организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной организации. Детский сад номер 14 «Незабудка» уже побеждал на Всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг учителя». В 2020 году в номинации «Лучшая дополнительная программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи» педагоги стали первыми на межрегиональном этапе. Теперь детский сад снова оказался в числе лидеров на первом региональном этапе конкурса с проектом «Читаем вместе». Проект «Читаем вместе» нацелен на воспитание у детей интереса книги и чтению, на повышение компетентности родителей в вопросах воспитания, а также возрождению традиций и популяризации семейного чтения, а также на создание условий для широкой возможности книгообмена между читающими семьями. В рамках проекта «Читаем вместе» педагоги организовали ряд различных мероприятий и познавательно-игровых программ. Например, на базе детского сада открыли клуб семейного чтения «Родничок», оборудовали тематические книжные уголки и мобильную библиотеку, провели акцию «Буккроссинг». Также воспитанники незабудки поучаствовали в ряде книжных конкурсов и фестивалей. Например, в епархиальном конкурсе дети иллюстрируют православную книгу. Наша воспитанница Полина Воротынцева приготовила рисунок по рассказу Черника, саровского писателя Ивана Чуркина. После прочтения рассказа с детьми ребята очень заинтересовались творчеством саровских писателей, и мы решили продолжить эту работу. К своему проекту коллектив педагогов активно привлекал и родителей. Поэтому в рамках проекта родилось такое направление, как библиотека выходного дня, когда вся семья выбирается в детскую библиотеку имени Пушкина. Навигатор в мире детских книг в форме каталога помогает родителям в выборе произведений для ребенка. Проект «Читаем вместе» помог многим семьям сформировать свои книжные традиции. Даже если мы по какой-то причине там ссоримся, очень крупно бывает такое. Вот, даже если мы просто в пух разругались, но вечером происходит одно и то же. Кто-то говорит что. Мама, почитай, пожалуйста. Вот. Я откладываю все, сажусь рядом с ним, и мы вместе читаем. Он смотрит картинки, я читаю. Работу детского сада номер 14 «Незабудка» отправили на второй межрегиональный этап конкурса «За нравственный подвиг учителя», который проходит с 14 мая по 31 августа в Ижевске. В молодежном центре состоялось награждение трех хоккейных сборных по итогам этого сезона. Напомним, что команда «Саров-2» спортивной школы в первенстве Нижегородской области первой лиги заняла третье место. Сборная Саровского физико-технического института на первенстве области заняла второе место. А хоккейный клуб «Саров» стал чемпионом Нижегородской области высшей лиги. Этот хоккейный сезон саровчане запомнят надолго. Волнение за команды, азарт во время игр, гордость за победы и, наконец-то, радость за полученные награды. В проведении хоккейных матчей принимало участие множество организаций, в том числе и «Канал-16», который транслировал игры. В этом сезоне хоккейный клуб «Саров» стал победителем чемпионата Нижегородской области высшей лиги. Саровчане долго и упорно шли к этой победе, получали бронзовые места в прошлых годах. И, наконец-то, награда нашла своих героев. Серия плей-офф и с Лыскова, и с Таншаева были на грани. Немножко где-то нам хоккейный бог помог, я повторюсь, уже говорил неоднократно. Где-то ребята больше хотели, где-то больше старались. Я думаю, что мы это заслужили. Михаил Румынин – тренер команды «Саров». Два игрок сборной с РФТИ и хоккейного клуба «Саров». На награждении в молодежном центре спортсмен получил все три медали. За третье место в первенстве Нижегородской области первой лиги. За второе место в первенстве среди студентов. И за первое место в чемпионате высшей лиги. Меня уже с детства привели в хоккей. То есть, мотивация была. Нравится забивать голы, побеждать. Победы – это, в первую очередь, очень такой эмоциональный икон, что побеждать всегда приятно. Впереди у хоккеистов отпуск. Команды будут готовиться к следующему сезону. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин